У нас 22 июня, вот у нас заканчивается хлеб, наш насущный, который Господь нам дает каждый день. Мы решили еще приготовить хлеба. Вот у нас, у меня ученик появился новый, Максим. Да, вот он радуется жизни, в кавычках. Так, берешь, как мы заводим, бери вот это свое, то, что ты записал. Ну, то есть мы налили теплой воды, 7 литров, дрожжей мы туда разбавили, но разбавили сырых дрожжей. Обычно я делаю на сухие дрожжи. Вот сухие дрожжи. Здесь надо штук 7. Да, их нужно на каждую литру, пакетик один. У нас 7 литров, то есть 7 штук, у меня не хватает 4. Я в Надежде Васиной попросил, Лапкиной, дрожжи, она мне давала сырых, вот я на сырых дрожжа сейчас заложил. С сырыми дрожжами я точно не знаю, сколько надо. Просто засыпал, размешал и все. Все, добавляй сейчас сахар, вот бери сахар, открывай крышку, в сторонку ее. Все, давай. Сколько ложек надо заложить? Здесь 7 литров воды. На 1 литра воды сколько надо сахара? Посмотри. Столовой ложки. Нет, 1 литр воды, а сколько надо? Тут не литр, тут ложка у тебя записана, сокращен L. Ложка. Надо бы потом подписать, чтобы не забыл. Давай, бери ложку. Вот так вот, да, вода. Все, засыпай. Давай сразу 7 штук. Ты вот сюда поставь лучше. Да, 7 литров воды. У тебя одна ложка на 1 литра вода, а у тебя тут 7 литров воды. Значит, сколько надо ложек? 7, 2, 3. Сам считай. Слух только говори. 5, 6, все, 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 сахар ставь на место. Сахар ставь на место. Ложку положи здесь на стол. Куда? Ага. Вот, чем-то, конечно, мы будем мешать. Вот сейчас тебе даю. Разведи только надписью поставь, чтобы сахар вине было, чтобы не перепутать с солью. Все, бери вот, это называется веселка, ну, можно мешалка назвать. Да-да, размешивай. Вот. Можешь восьмерками крутить, безракуй. Вот так, ворот, так, чтобы это не присталось. Сахар, это для того, чтобы дрожжи действовали более быстрее и лучше. Это как питательная среда для них с сахарами. Можно меда добавлять, но у меда у нас немного осталось. Вот, приезжал в том году брат один, Йорги Пахмутов. Он именно заводит в основном всегда на меде. Ну, и хлеб, конечно, соответствующий пахнет, очень вкусно. И поэтому весь мед потратил. Ну, не весь, у меня еще есть, просто решил сэкономить в этот раз. Все, 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 сейчас эту, клади сюда веселку эту. И давай, 7 ложек, сколько соли у тебя там соли? Одна ложка? Да, одна ложка на один литр, все. 7 ложек соли. Так, старайся это без горки это делать только. А то много будет. Чуть-чуть отменения, не-не-не, без горки, без, вот так, да-то. А то пересолишь, а то будет сильно соленый будет. Старайся полные только делать. Так, какая щетка? Не-не, побольше, побольше, чтобы по краям было. По краям. Ты можешь набрать больше, а потом пальчиком раз сглоти ее, чтобы ровные края были. Вот так. Ну, многовато, ну все, клади, потому что предыдущий ты мало положил. Сколько уже? Четыре. Четыре. Сам считай. Слово говори, тогда ты запомнишь. Все вот так вот, да. Понимаете. Шесть. Без горки смахивай, да пальчиком. Какая жарная? Все, все, да большая, быстрее происходит. Все, бери эту гусюку, размешивай. Соль сейчас. Садил. Пекарей очень много мужчин, запомни. У меня дядя, блин, 18 лет отработал пекарем. Пекарем? Да. Мужчин много пекарем. Не женщин же пекарями работают. Много и мужчин тоже работают. Мужчин много пекарем. Просто тебе говорю, что в этом еще зазорного нету. Если ты, например, сейчас тесто замешиваешь, как мужчина. Много. Размешай. Можешь противоположное сделать. В другую сторону крутить, начинать. Конечно. Капанаты. Когда размешиваешь, всегда прислушивайся. Есть там, если катится эта соль еще по одной, значит, она еще не размешалась. Если уже все нормально, то есть не слышно, значит, все нормально. Все, значит, сейчас тесто, муку будешь засыпать. Все, клади ее. Сейчас муку будешь засыпать. Мука вот тут у тебя стоит. Сейчас. Второе ведро принеси с этой, с трапезной. Второе ведро, да, чтобы тебе поставить на ведро в эту. Табуретку, табуретку, табуретку. Синяя табуретка, он там стоит. Принеси ее. Вот на нее ведро с мукой поставишь. Там рядышком ставь и ведро, да, ведро на нее поставишь. И удобно будет брать тебе. Та же рядом с баком поставь ведро в эту табуретку. Держи. Так, сито. Вот чесито. Здесь сито надо. Вот сюда насыпай. Ну, потому что быстрее будет. Давай. Вот так вот, над этим. И вот так тряси. Все, клади кружку. Смотри, чтобы мука не снижается. Муку не сыпалось. А для нее примерно вот так. Рукой раз, раз, раз. Только, чтобы вот эти кастрюли. Сейчас с другой стороны. Видишь, она в ту краю ушла. Во. Все. Если мусор есть, то высыпаешь в ведро в белое. Если какие-то отходы есть, высыпай туда. Если нету, то все. Можешь сразу кружки две сыпать. Свободно. Вот только одной рукой держи, а второй сыпь. Вот так вот. Чтобы мука нигде мимо не просыпалась. Ни на пол, ни на стол, никуда. Только в кастрюлю. Кружку туда. Нет, ты руками шевелил вот так, в сторону. Вот так, шатай ее туда-сюда. Вот так, давай, вот так, вот так. Максим, подожди, я тебе покажу. Держи, идет камень. Смотри, кружка, я засыпаю. Могу две засыпать. Засыпаем. Все, подожди, отойди. Сейчас тебе покажу. И вот так вот у вас. Если надо, вот так вот. Видишь, как быстро? Вот они, клятышки разные попадаются. Вот, ну это вот от влаги они. Все, право их. Все, следующую засыпаешь, понял? Да. Все, давай. Еще раз спать, да? Да, она, еще, потому что это мало. Объем воды большой. Моги больше. Объем воды большой, надо больше муки. Да. Вывод, где-то сам себе напрашивается. Все, все, клади, погоди. Все, кружку в ведро с мукой. Где-то рукой, где-то вот так, двумя. Где-то рукой подбивай сбоку. Да, вот так вот. Вот так вот, да-да-да. Все, как-то, что-то шик нету, значит, насыпай опять следующее. Если ничего нету лишнего. Все, все, только идти, держи над этим, над кастрюлей. Иначе наболк все будет. Все, ну, как. Аж просыпается сразу. Сейчас вот еще две кружки замета. Просеешь, и это веселкой помешаешь. Посмотрим, какая масса. Не-не, только ведро. Знаешь, что это похоже на ЛРС? Ну, типа, знаешь, вот эта горка, а это лед потряснет. Ага, снег лежит, да? На вершине горы. Нет, надо болтать вот так вот именно. В сторону до 2. О, видишь, как быстро начинает. Все, все, все. Тихо ты, ну. Все, сито сюда ставь на ведро просто вот так. Все, бери вот это. И начинай мешать. Ну, точно не верю. Еще медейте, если я шашку не, это, не хватает поставить. Ну, видно, что маловато. Давай тогда все равно размешать. Сейчас мы тебе. Один чашку туда положите, эту письюрку. На, сюда, на, там положишь, чтобы стол не марать. У нас тут и Библия, и это, кулинарные эти. А что о хлебе Библия говорит, знаешь? Знаешь. В какой именно местописании? А? В какое место из Библии говорит, что о хлебе? О чести, о хлебе, о закваске там. Ну, мы закваску не делаем, мы дрожжи делаем. И о дрожжей тоже говорится в Библии. Ну, а хлебе, какую ты молитву знаешь наизусть? Самая основная молитва наша для христиан. Да. Ну, отче наш называется, да? То есть в нем употребляется вот то, что ты сейчас произнес. А вот эти вот комочки. Это внимание пока не обращай, это все разведется. Все, сейчас обкраю вот так вот ее. Что-то с нее слезло. Слушай, знаешь, она такая... У меня руками такая делая. Как слава. Все, клади сюда в чашку сейчас. Не, рукой-то зачем залез-то? Ну ладно. Все, иди помой ее. Потому что ты сейчас марать не будешь везде все. Это потом руками замешивать, это уже второй этап будет тесто. Когда он уже поднимется немножко, там добавляешь муки еще. Все, все. Здесь у тебя первый этап только написано. Потом мы еще запишем. Руки, а вот и он полотенце висит, чтобы они у тебя сухие были. Мы еще их готовим. Так, все, давай, сыпь еще дальше. Муки, засыпай. Еще, да? Да, 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 еще сыпь. А почему из этого? Она же вот так. Ну, она долго будет. Она мелкая. А тут объем тебя большой. У тебя сразу быстро просыпаться будет. Кружка эта только нужна, вот если ты решил в такой чашке замешать. Вот, в маленькой. А это, по... Кружек, наверное, по 30 надо. Вот. Чтобы это... Так, замешать. Вот, сейчас правильно делаешь. О! Старайся носом дышать. Я душу, ну, может. Вот, или что, да. А то, это, будет у меня там тесто. Да. Они уже оладкие. В легких. Вырастить потом. Туда, если... Если там есть карточки, туда высыпай их. Все. Еще? Еще, конечно, еще сыпь. Ты же видел, что мало еще. Должна быть, как простоквашка состав такой. Вот на оладушки, когда делают, оладушки, вот ее мама заводит на оладе. Да. Вот такой же состав должен быть. Ну, она не заводит, она на это, на диете. А? Она на диете и даже хлеб не едет. Какие? Ну, что сделаешь? Может, и к лучшему. Хотя хлеб, это польза большая от него. В Библии написано, хлеб укрепляет сердце человека. То есть, это полезно для сердца. Что ты? Ну, еще. Еще, еще сыпь. Мало этого. Карточки есть появились? Все, высыпай их сюда, ведро. Прокидывай. Да не руками, а прокинь просто. Так, да, вот. Трехни сверху, ударь. Все, она сама высыпится. Давай еще сыпь. У нас скоро ведро закончится. Ну, закончится, сходим сейчас. Я уже нового чувствую. Давай, брат, смотри, учимся заводить тесто. Он говорит, а зачем мне? Я не хочу быть пекарем. Я тоже говорю, не пекарь. А нужда, говорю, заставляет тоже работать на кухне. Конечно, все пригодится. Не отказываюсь. Ну, все, давай еще пару кружек и хватит. На этом мы опару заводим. То есть первый этап. Да-да-да, я же тебе говорил, только на кастрюле держи. Только на кастрюле держи. Об этом надо всегда помнить просто себе. Напоминай. Контролировать. Потихоньку потише, 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 потише. Он у тебя разлетается везде. Тряхни сверху, ударь. Все. Пока здесь все это плоди. И давай веселкой это мешать дальше. Теперь ты еще откроешь пекарь. Давай. Молодец. Тут только надо выбор сделать, на чем вы будете замешивать. На дрожжах, на закваске. То есть на что вам? Более. А когда я поставлю, мы будем закрепить. А? А когда я поставлю, мы будем закрепить. Не только по кругу, вообще так. Весь с мерками всякое размешивать. Противоположную сторону. И когда вот так вот размешать. Чтобы полностью вся мука погрузилась в воду. То есть мука не должна быть вот так сверху. Активно, активно. Сейчас сил уже есть. Побыстрее. А? А уголов здесь у тебя есть? В какой уголах? А, доски-то отмерли? Сталярник, да. Ну, был здесь. Тут разве нету нигде комнаты? Не знаю. В полу. Или в гараже. Там братья наши работают тоже. Шкурят березки. Что хотел сказать? Если кто-то тоже с нами готовит, то поставьте лайк. Да, это не надо говорить. Мы это никогда не говорим. Ну, не знаю. Кому надо, они сами заставят. Кому не надо, тот не заставят. А, ничего. Конечно. Что их просили-то? Не знаю. Это так, как обычные мирские люди говорят. Ставьте лайки, ставьте там комментарии. Еще вот, видишь, еще остались не погруженные мука. А, вот эти вот? Получается. Нет, двумя руками, двумя. Что-то мешает. Одно это неудобно. Во! Ты бери по большому кругу, все меньше и меньше, по спирали закругляйся. Потом опять по большому. И вот так вот. Смотри, где эта мука, тащина, не погруженная. Там я замешиваю ее. Во! Вот это называется, как это вот на оладьи делается. Вот такой примерно состав вот этот. Ну, он меньше делает. И как простокваша. А, ну, там, в русской печи, да? Да, получается. А, ну, там, в русской печи, да. Ну, в принципе, все. Все. Сейчас от края оттирай. Вот так вот, смотри, что там только на пол не скатилось. Какими на пол? А, и ты сейчас будешь промежать этот, одновременно, это, снимать. Все. Все. Вот сюда вот, вот сюда вот, вклади. Веселая. Ага, веселая. Все, накрывай крышкой. Крышкой алюминиевой. Накалу? Кастрюли-то. Вот она, вот она лежит, вон там положено. Все. Всегда старайся это делать даже с молитвой. То есть в этот момент ты можешь молиться. Там, вот, она считает, там, или просто своими словами молиться. Все, ведро под стол. Ведро под стол убирай. Табуретку убирай, чтобы она здесь не мешалась. Он же снимает. Да, все. Так вот. Сейчас эту кастрюлю ставим сюда, наверх. Потому что ей надо, давай, ближе к тебе, берег за ручку. Сюда на стол ставим. Внимай. Во. Что дальше делать? Все. Ждем сейчас следующий этап, когда тесто поднимется. Вот эта опора. Она будет наполовину больше. Сейчас мы с тобой запишем дальше. Ну, вот аккуратно. А что это? Ну, кошачья еда, кишки рыбьи. Сейчас записать. Ну, то это, напиши, первый этап был у нас. То есть, вот это вот. Черту подведи, большую, жирную, чтобы тебе видно было. Первый этап. То есть, опара. Мы завели. Там ты написал уже, опара завести. Цифра 2. Да, все правильно. На следующий лист переходи. Нет, не так. Не так. Причем, на обратную сторону. Вот здесь перелистывать, как тетрадка тоже. А, где тетрадки? Ну, конечно, видишь. Видите, тетрадки сшиты. А, где тетрадки? Вот, ставь сверху цифру 2, чтобы тебе было понятно. Не здесь, с обратной стороны. Вот это, здесь. А, когда его это, вот здесь вот. Вот здесь вот, тебе надо что-то подложить по делу. Давай, что-то подложить надо под низ. Чего? Ну, чуть-чуть. Здесь вот, где тетрадки там. А, где тетрадки? Ну, хотя бы ее, ладно. Цифру 2, записываю. Заберемся. Тесто должно подняться, вот эта опара, в два раза больше. Вот, когда она поднимется, в два раза больше. Вот сейчас, ну, сколько она сантиметров примерно? Сам глянь, поднимись. Глубина, сколько примерно тесто? Ну, 10, пускай будет, там, 12, да? 10 сантиметров. То есть, если она, вот сколько в два раза должна быть? Сколько будет сантиметров? Вот сейчас, если 10. 10, 10. Да, на 2 умножь. 10 на 2. 10 на 2, 2. 20. 20, то есть, 20 сантиметров. То есть, просто запиши себе, когда тесто поднимется в два раза больше, а помельче умеешь писать цифру? Ну, именно буквы, помельче. Ну, конечно, да, а то ты слишком размашисто пишешь. Тебе можно идти писать, плакаты большие. Когда тесто поднимется в два раза больше. Все, дальше не пиши там. Переходи на следующую строку внизу. Не порвать ее. Когда тесто поднимется в два раза больше. Сейчас я возьму какую-нибудь тетрадку. Вот так мыть или книжечку, чтобы менять писать. Вот, на, еще подложи. Подлить. Она выше будет. То есть, поднимите, поднимите. Вот так, чтобы получше было. Когда тесто поднимется в два раза больше. Потом перепишешь на чистовик. Получше. Записал? В два раза больше. Может, цифру 2 поставить просто, да. Больше. То есть, для этого нужно время. Сколько по времени я точно не засекал. То есть, все зависит от того, какое тепло здесь у нас в помещении. Если будет сильно жарко, то оно быстрее поднимется. Будет прохладно, будет долго подниматься тесто. Ну, наверное, это все знают. Ну, бывает, человек не знает. Вот так вот в прохладном месте заведет. И думает потом, а что он у меня долго поднимается. А вот потому что температура. Чем выше температура, тем тесто быстрее взлетает. Подожди. Все же люди, да. Все, все, все. Ты, 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 кто все-то. Я вот раньше не умел вообще ничего печь. Пока не научились здесь. Все, записал. Так. Ну, давай следующий. С новой строки. С новой строки. Ну, просто черточку поставь. Вот так вот здесь. Подведи поднизу. Все. Ну, вот так вот. То есть, все, ты посмотрел. Ага, тесто поднялось. Два раза больше стало. Примерно, да? Все. Ну, там бывает полтора раза. Без разницы. Ну, примерно, я не знаю, там, может полчаса уйдет на это дело. Полчаса? Ну, примерно, примерно. Я говорю, все зависит от того, как здесь вот тепло в помещении, насколько. Будет быстрее, бывает позже. Вот. И все зависит, если сухие дрожжи, они быстрее поднимаются. Если сейчас мы сырые завели, они, они дольше поднимаются, тесто. То есть, от этого все зависит еще. Все, когда тесто поднялось, все, записывай, засыпаешь муку точно так же через сито, периодически помешиваешь. Засыпаешь муку. Вот так же, как мы с тобой сыпали, тоже полили. Засыпаешь муку. Она есть, объяснять это, конечно, сложнее, лучше показывать. Когда показываешь, она будет понятно, чем так на словах. Что ты написал? Засыпаешь муку. Засыпаешь муку. Да, и помешиваешь. То есть, вот эту муку размешиваешь, чтобы она та же была однородной массы. То есть, во влагу вся ушла. Засыпаешь муку. Нет, это все к этому относится. А, да? Угу. Ну, пиши дальше. Так. Что дальше? Помешивая. Запятой поставь. Вот после этого поставь запятой и внизу пиши. Помешивая. Без всяких блинов. Все, ну, пиши здесь. Помешивая. Помешивая. Засыпаешь муку, помешивая. Все, когда, пиши дальше, когда уже ты не сможешь мешалкой мешать, то есть, будет уже много муки, ты насыпишь, уже тяжело будет. Она рвется. Она рвется. Я сейчас сказал, она до этого правильно доходила, и все. Здесь пиши. Смени строки, пиши. Когда веселкой, уже будет тяжело мешать. Отойди, я пишу просто, чтобы ты конкретно знал, как это... Чтобы потом, когда будешь читать, чтобы тебе было понятно, о чем решили. Я могу тебе и вкратце сказать, но ты можешь забыть. Так, что написал? Веселкой. Веселкой, да. Будет тяжело мешать. Будет тяжело мешать. Все, записал? А, потом перепишешь. Мешать. Потом уже более аккуратно все перепишу. А то у тебя как черновик сейчас идет. Все. То есть, начало тяжело. То есть, тебе уже не было эти не провернуть. Все, ты ее откладываешь, очищаешь от теста, от этого, что у тебя там налипло. И начинаешь та же засыпать, но при этом помешивая рукой уже. То есть, рукой. Поставь точку здесь. То есть, следующий этап. Мешать, мешать руками. Пиши. Мешать руками. Куда это большими-то? Небольшой. Я сказал, ну, не с такой же здоровенной. Здоровенной, как салбан. Вот это вот. Мешать руками. Выпиши просто. Мешать руками. То есть, ты тоже самое все делаешь. Мешать руками. Точно так же все делаешь. Подсыпаешь муку. Помешал. Она влага вся эта. Мука вошла в влагу. Ты опять подмешиваешь. Мешать руками. До того. До того, пиши. До того. До того. То го. То го пишется правильно. До того. Как тесто. Как тесто. Как тесто. Начнет отлипать от рук. Как тесто начнет отлипать от рук. Может кто-то скажет официальным языком. Но вот я именно говорю, как у меня практика. То есть, у тебя же тесто начнет от рук отлипать. Это значит состав ее уже все готов. Как тесто начнет отлипать от рук. Ты будешь потом замешивать. Ты поймешь, о чем речь идет. Сейчас тебе может непонятно это. А на практике ты убедишься. Все. Это значит тесто готовое. То есть, ты его замешал. Оно такое упругое становится. И все. И поставил. Она стоит, дальше поднимается. Это уже может быть сейчас пройдет. А может минут 40. То есть, до полного. У нас здесь бак большой. У нас обычно до полного. То есть, тесто вот так будет бугорком даже стоять. Вот так вот оно поднимется. Вот оно уже начинает там повыше становиться. Это. Все. Все. На этом первый этап у нас. Первый ролик закончился. Потом второй ролик мы будем снимать, как тесто заведем. Как потом по форму будем раскладывать. Как в печь будем тоже, когда тесто. Ну, то есть, будет несколько роликов записано. Ну, все. Сейчас братьев засниму пока. Все. А братья у нас тут шкулят березки. Родится тоже. Вот Константин. Там Сергей. И на Тихонович. А Николай-то ушел, да? Нет. А, вот здесь. А, Николай вон готовится. Сейчас у него спросим. Николай Георгиевич, что вы готовите? Что? Что вы кормили? Ха-ха. Значит, готовимся ступеньки для крещения. Для крещения входить в воду и выходить, чтобы было безопасно. А, вот это главное, да. А, там, видишь, что мы отпилили-то сколько-то. А, сейчас напилили новую-то. Вон, укоротили. А, вот это. Чтобы было не поднять. С берега. Теперь готовы на жерде. С берега. Сейчас я, к примеру, вот. Картина нарисую, да? Картина, да. А, это на пляже делает. Пожалуйста. Что, развязать? Да. На кухне там положение или повесишь. Это порожки будут. Это порожки. Вот так две будут балки. Ну, вот одна. Да. Так. Вот так вот здесь будет... Ступеньки. Да, здесь будет прибито... Бруск. Бруск. Бруску будет прибито вот так. Ну, под наклоном. Да-да. Я схематично. Вот таким образом. Штук пять сделаем. Чтобы хватало. А там что, сейчас нету или она есть? Переделывать будем. А, переделать. А, тут полностью убирать, а это новое ставить. Да. Все понятно. Ну, как бы так. Задание такое. Понятно. Теперь вас будут учить лестницу строить. Вот Максим у нас, вот так. Способный парень. Между прочим, я отдаю как помощника сейчас, пока временно. Кому? Мне? Да. Может где-то что-то поддержать надо? Кепку одень только. Кепка. Не бегай. Кепка. Ну, процесс пошел. За сегодняшний день нужно сделать. Да, все. Бог помощь. Со всех весов. Слава Богу за все. Аллилуйя. Мы с Максимом второй этап замешивания теста для хлеба. Начинаем. То есть, тесто вот у нас как поднялось. Ну, что, на сколько она сантиметров встала? Чуть не в три раза встала. Я тебе кружку сюда не ставь. Верно. Не знаю, на сколько она сантиметров встала. Все. Можешь не третий полосчик помешать. По всей площади старайся. Чтобы она разошлась. Стоп. Ну, еще, еще, еще пара кружек, и все, и будешь потом мешать. Нет. Потому что толстым слоем тяжело будет потом помешать. А, потоньше. Половинку. Половинку. Все. Все кружку в ведро. Тихо, 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 тихо. Все. Сито вот, можешь на крышку положить. Ну, или на ведро без разницы. Так, разровняй. Вот так вот, по всей площади его. Чтобы вот это все было закрыто. Этим мукой. Вот сюда давай, быстро. Что ты гладишь-то? Как приятно. Вот. Все. Как приятно, капец. Давай, если это не получится, значит, луками будешь мешать потом. Так. Старайся его по всей площади, чтобы он там... О. А ты видел, как это мешает, механическая мешалка электрическая? Видел? Нет? Так мы и пользуемся. А, пользуйтесь? А, ну все тогда. Это взято от руки человека. Человек придумал. Не руками, а именно вот такой мешалкой электрической. У нас она есть, но она у нас не рабочая. У нас, у нас, вот это, можете приходить и покупать. Не покупать. То есть, пера подстряпай. Подстряпаем. Сострался. Так, серединку тоже. Вот так вот везде. Ага. Вот. Надо, чтобы полностью все погрузилось туда. Ну как, пожиловато? Нет. Нет еще? Ну посмотрим, ладно. Максим считает, что это еще пока детская игра у него. Ладно, посмотрим, как потом запоешь. Ну все, давай, сыпь. Все нормально у тебя. Откроешь. Да, да, вот так вот. Вот эту муку можешь сюда сыпнуть. Остатки это с ведра я взял. С ведра? Да, вот так, тонким слоем рассыпай по всей площади. По всей, по всей, по всей, ты ни в одном месте сыпь. Все, сюда клади. Ставь чашку. Еще добавляю, да? Да, еще добавляю. Не, не, не так, не так. Через сито. Через сито. Второй этап у нас начался. Опара поднялась. Какую-то маску, что ли, надевать надо? Наверное. Так, хватит, наверное? Ну давай еще чуть-чуть. Тебе хорошо получается размешать. Смотри. Жарко становится, да? Да. Это еще начало. В нем еще жарче будет. Все, мы сюда на крышку. Все, начинай. Распределила, ага, ровным. Ровным слоем, что ли. А потом, нужно будет после смешилки, нужно будет руками. Да, да, да. Когда тяжело будет, да, уже. Еще добавляют иногда тесто в растительное масло. Но маслом не стали добавлять. Можно без него обойтись. А почему нет? Ну, я считаю, что не надо. Не без этого. Оно и так у нас хороший хлеб. Я еще чуть-чуть хлеб поджарю. Я чувствую такое. А ты формой. Форму я же маслом смазываю, чтобы не пригорел-то хлеб. Он пригорает? Нет, он не пригорает. Корочки. Нет. А то она просто зарумянивается. Если она бы пригорела, я бы с формы не вытащил. Ну, ты все увидишь потом. Сегодня у тебя целый день будет с тесто связано. Сколько этапов-то? Ну, не целый день, но не знаю, сколько у нас сейчас по времени. Сколько тут этапов? Мешай, мешай, мешай. Потому что время-то идет, надо быстрее замешивать. Этапов у нас будет несколько. Сколько? Получается, сейчас вот второй этап. Потом будем тесто поднимать, по формам складывать. Третий этап. И четвертый этап в печку уже будем. А, типа... Четыре этапа. Я записываю, и мы типа дальше будем. Да, 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 так именно. Время сейчас без трех минут одиннадцать. 57 минут одиннадцать. То есть у нас до обеда два часа. За два часа, ну, может получится, а может не получится. В зависимости, как тесто поднимется. Насколько быстро. Так, ну, в двенадцать или в час? В двенадцать, в час мы обедаем. Час одиннадцать. А мы в час обедаем. Два часа осталось. Час. Света тяжелая, можешь потом руками начать уже сразу. Куда ты кладешь-то? Ну, ты что делаешь-то? Ну, на чашку же тебе говорил. Сейчас на газету все понятно. А руками? Давай, руками. Кубица-то прикольная. Эту, заберет сюда. Куда? Сюда. Рукой соскребись вниз. Ого. А, у тебя рукава опять, я же тебя говорил. У тебя ничего не расстегивается? Ну, она не расстегивается. Ну, как не расстегивается-то? Растегивается, я сказал. Растегивается. Вот надо было сделать. Я же тебе пример-то показал. Растегнул, закатал, а ты не стал закатывать. Сейчас, подожди, я камеру поставлю. Потому что иначе у меня одной рукой не сделает тебя. Так. 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 Давай. Давай. И готовься. И готовься. Бетон мешал, ой, бетон мешал, тесто мешал, стало работать. Когда еще компот делали, нам, короче, там камень, волчак попался. Да, какой-то камень попался, откуда он там взялся, в компоте лежал. Собака взял, вот это в пакетах компот, там что-то оказался. Ладно большой, видно стало. Влево-вправо. Ну, вообще, их несколько рулеток-то. Здесь нет, в сумках нет. В сумках нет, значит, мотоблоки может быть под сидушкой. Там открыто, нет? Да, открыто, вот посюда можешь выйти. А там, с той стороны? Там вторая дверь открыта, да? Вот это очень будет. Со стороны машины можно зайти. Это очень прикольно будет, если делать. Размешивать это, чтоб все это было размешивать. Чтоб никаких комочков не было, это обязательно. Вот там, вот там тоже промешивать. Сейчас я буду сыпать. Ты будешь меня промешивать все это. О, давай замешивай, промешивай вот этому вкусу. Да, на сюда. Видишь она такая сладостная? Да, просто в спальше. Нет, надо именно через сито. Ну, вон сито у тебя. Да, сейчас мы замешаем. Камеру поставлю, помешивай она. Как же там уже руль не платит? А у тебя отлетнет. Отлетнет? Да. Когда? Ну, недолго, я скажу. Полчаса там будешь трудиться. Полчаса. Конечно. Нелегкий труд. Мелкий. Покажем. Покажем. Приятного аппетита. Конечно. Покажем. Да, тоже с помощью все это делается. Что бы они меня сделали? Ну, что, мешало бы, и я бы уже, вместо тебя. все помешать 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 это потом будешь убрать про туалет и ничего не говорит ты сейчас тесто замешиваешь говорите божественному природе можешь размышлять тихо тихо не урони на пол я не урожай тут про сейчас помешает тоже все везде промешивать прямо так мне его вспоминать все это мука погрузилась если плохо промешаешь потом будут комочки с мукой внутри хлеба внутри хлеба будет комочек да из муки значит не промешано плохо плохо промешано потому что лучше промешивать надо типа тесто если не промешало так хорошо да она будет однородной массой никаких комочков не будет ничего из муки поэтому готовьте аккуратно следите за всем чтобы ты был вкусный очень алла я вообще вкусно готовлю да да мне суп понравился сегодняшний? да а что было за суп то? борщ ну такой у меня скудненький сходненький ну не красный а жёлтенький а тысячу лет в тесте наковлялся тысячу лет ты столько не прожил еще а ты маме помогал когда-то по кухне? а? маме помогал когда-то сест? блин и пи а блин и пи ну блин да там проще там мне надо руками заловить потому что у нас венчики о освободилось так давай все эти комочки разбивай там внутри разбивай? да нет 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 я имею ввиду что разминать надо разбивать киааа этот разбог у нас будет где-то примерно 18 булок из этого теста то что поднимется то что мы замешаем сейчас 18? да ну это минимум 18 а если больше? максимум может быть 21 ну даже столько хлеба ну как мы ледим то быстро я вот недавно спек буквально дня три назад мы уже все доедаем наружку ну блин назад да учитесь от нас будете это будет больше практики тогда если будете так быстро и еще так все 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 готово круто ну значит она холодная ну это за счет муки мука прохладная потому что ты ее одновременно косила это нет это просто а где там сделанку? я покажу потом на лабузе лабуз это где хранятся продукты от мышей то есть стоят на ножках на железных у нас и с железом опшито наши то в сказке я раньше там боба-яга там в своей избушке на курьих ножках а вот на подобное у нас такая ну че? вправляешься еще? ну хочешь нам? есть хочешь давай как только скажи четыре руки будут четыре руки ну кто нам всыпать то будет на кучу пятого нету пятой руки ладно ну все я на этом пока заканчиваю потом мы покажем следующий этап уже когда тесто будет подниматься слава богу за все оливудем всем привет вот у нас завершающий этап как завести тесто то есть вот он уже в каком состоянии начнется становиться вот последним у нас сейчас насыпали оказывается пальцами я проминаю чтобы туда немножко мука просыпалась вовнутрь таким образом чтобы легче будет мешать тесто я делаю такое плотное всегда бывает некоторые пожиже делают я на пекарнях работал но я там не пекарем работал а разнорабочим и видел как пекаря делают у них более жидкое такое тесто у них там весы есть свои на весы кладут тесто и что у них контроль весовой есть а у нас сколько положить только положить такой и будет килограмм на что килограмм полкилограмм у нас вот такая у нас хлебница хлебница да тесто-мешалка не бетономешалка а тесто-мешалка две тесто-мешалки смотри вот тесто начнет отходить от рук само само уже отходит то есть это значит что тесто уже готовое тесто-мешалки это это первая тесто-мешалка небольшая вторая покрупнее уже это во втором видеоролике мы тогда это смотри что снимаешь камера сильно не двигает в сторону а то потом плохо смотреться я тогда тесто мял а потом в этом третьем теперь его нет бетономешалки ну вот примерно такое состояние тесто меня лично готовы уже все покажи на камеру сам смотри как раз честно вот вот поднимется с шапкой в два раза больше это еще не все вот то есть вот у меня руки примерно такое состояние тесто оно будет само отходить от рук все остановит я уже помою тесто отойдет сейчас мы вот сюда его ставим и ждем и ждем когда ваше величество тесто 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 так где наши крышки накрываем тесто все может заканчивать потом уже покажем как будем форму раскладывать все всем пока и и ваше и ваше и